Здравствуйте! Сегодня вторник, 23 февраля. В эфире новости от Максимаркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Евро-доллар торгуется вблизи минимумов дня около поддержки 1,10. Интерес к покупке поддерживает курс единой валюты, но риск продолжения снижения остается достаточно высоким. Ближайшая цель снизу по евро расположена на 1,0950. Выход слабой статистики по рынку жилья в США, напротив, может улучшить ситуацию, вернув котировки к отметкам 1,1040 и 1,1050. Торговая активность при этом остается низкой и больших ценовых изменений сегодня ожидать не стоит. После очередного тестирования сопротивления 1,4150 под давлением продавцов пара фунт-доллар вновь пошла вниз. Негативный настрой рынка сохраняется на протяжении практически всей сегодняшней торговой сессии. Кратковременный коррекционный взлет пары большинство трейдеров используют для открытия дополнительных коротких позиций. Отсутствие публикаций экономических новостей, способных изменить нисходящий тренд, будет способствовать сохранению сложившегося движения. Закрепление цены ниже отметки 1,41 откроет путь к отметкам 1,4080 и 1,4060. Сопротивления продавцов расположились на уровнях 1,4130 и 1,4150. В преддверии открытия североамериканской торговой сессии золото демонстрирует горизонтальное смещение в очень узком коридоре шириной 3 доллара. Техническая фигура образовалась между 50 и 200-дневными трендовыми линиями, расположенными сейчас практически параллельно друг к другу на отметках 1,217 и 1,220 долларов. Дальнейшее течение торгов будет определяться усилением валюты котировки доллара США на фоне практически полного отсутствия экономических новостей. Прогнозируемое усиление позиций американской валюты может расширить диапазон торгов вниз до уровней 1,208 и 1,203 доллара. Серебро, как и прогнозировалось, не поднялось выше рубежа на отметке 15,27 долларов, образованного 50-дневной скользящей средней для часового графика. Открытие торговой сессии в Соединенных Штатах Америки приведет, как ожидается, к снижению цен на этот металл. Целевым значением для нас может служить точка пересечения котировок со своей 200-дневной средней на уровне 15,10 долларов. Возможное развитие нисходящего тренда отправит цены далее вниз к линии поддержки на отметке 15,02 долларов. Обратите внимание, завтра в 18.00 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдут два важных экономических показателя. Данные по запасам сырой нефти и по продажам нового жилья. Одновременный выход таких индикаторов способен изменить картину движения американского доллара и расширить перспективы заработка. Аналитики крупных банков, таких как JP Morgan и Scotiabank, предполагают в длительной перспективе нисходящий тренд пары евро-доллар. Оставайтесь в центре событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт Ютуб по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. И сейчас коротко о главных событиях. Крупнейшая добывающая компания BHP Billetone завершила первое полгодие 2016 финансового года с убытком в более чем 5 миллиардов долларов. Китай приветствует переизбрание Кристин Лагард на пост главы Международного валютного фонда. Глава японской корпорации Honda Motor покинул свой пост. Ну а теперь подробности. Крупнейшая в мире добывающая компания BHP Billetone завершила первое полугодие 2016 финансового года с убытком в 5 миллиардов 670 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal. В качестве причин убыточной деятельности названы замедление роста китайской экономики и снижение цен на продукцию компании. Портфель активов BHP Billetone включает месторождение угля, меди, железной руды, никеля, урана, а также нефти и газа. В соответствии с финансовыми итогами полугодия компания сократила размер дивидендов на 75% до 16 центов на акцию. Последнее сокращение дивидендов произошло в 1988 году. В 2000-м в компании BHP Billetone также был зафиксирован полугодовой убыток, однако это не повлияло на дивиденды. Их размер был повышен, несмотря на убытки. Китай не видит угрозы для своих торговых интересов со стороны Транстихоокеанского партнерства. Об этом заявил сегодня министр коммерции Китая Гао Хучен. По его мнению, всеобъемлемое региональное экономическое партнерство и Транстихоокеанское партнерство взаимодополняют друг друга. Полная оценка соглашения о Транстихоокеанском партнерстве будет дана Китаем позже, после изучения соответствующего документа, который в настоящее время переведен на китайский язык. Гао Хучен также заметил, что Китай всегда приветствовал региональные соглашения о зоне свободной торговли. Министры торговли из США, Канады, Мексики, Перу, Чили, Японии, Малайзии, Брунея, Сингапура и Вьетнама, а также Австралии и Новой Зеландии в начале этого месяца подписали соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. На эти страны приходится около 30% мировой торговли и 40% мировой экономики. Тем временем Китай приветствует переизбрание Кристин Лагард на пост главы Международного валютного фонда. В течение последних пяти лет под ее управлением МВФ внес позитивный вклад в дело продвижения роста мировой экономики и поддержания финансовой стабильности, сказал на брифинге во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуачунь Ин. Также были отмечены лидерские качества Лагарда и ее выдающийся профессионализм. Китай готов продолжить работу с МВФ под руководством Кристин Лагард. Ранее Лагард отмечала, что китайское правительство понимает свою ответственность не только перед страной, но и перед мировой экономикой. В связи с этим в Китае проводятся экономические реформы. В 2015 году экономика Китая выросла на 6,9%. Ожидается, что рост ВВП по итогам 2016 года составит от 6,5% до 7%. Глава японской корпорации Honda Motor Takahiro Hatigo покинул свой пост, сообщает агентство Bloomberg. Также о своей отставке заявили финансовый директор, исполнительный вице-президент компании и еще семь топ-менеджеров. Столь серьезные кадровые изменения в японской компании стали следствием скандала с подушками безопасности Takato. За последние семь лет более десяти автопроизводителей отозвали почти 24 миллиона автомобилей по причине проблем с подушкой безопасности. Согласно статистике, они привели к гибели 11 человек и почти 100 человек получили травмы. Компания Honda уже выплатила штраф за нарушение техники безопасности в сумме 70 миллионов долларов. Ей еще предстоит заплатить 130 миллионов долларов. Концерны Honeywell International и United Technologies ведут переговоры о слиянии. Об этом сообщает рейтер со ссылкой на информированные источники. Концерн Honeywell является производителем аэрокосмических комплектующих и систем климат-контроля, а United Technologies выпускает авиационные двигатели. Если слияние будет реализовано, то объем продаж новой компании может составить 90 миллиардов долларов. Однако, по мнению экспертов, подобную сделку не одобрят антимонопольные органы США. Кроме этого, Airbus и Boeing будут также препятствовать слиянию. При этом некоторые аналитики имеют иное мнение. Они считают, что слияние возможно, так как на рынке присутствуют другие конкурирующие компании. Рыночная капитализация United Technologies составляет 73 миллиарда 800 миллионов долларов. Капитализация Honeywell International достигла 82 миллиардов 550 миллионов долларов. Чистая прибыль компании Danone в 2015 финансовом году выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом и составила 1 миллиард 280 миллионов евро. Объем продаж увеличился на 6%. Эта информация следует из отчета, опубликованного во вторник французским производителям молочных продуктов. Как говорится в сообщении, рост продаж в прошлом году произошел в основном за счет Соединенных Штатов. Также в комментариях к отчету отмечаются проблемы, возникшие в компании в последние годы. Их причиной стало снижение темпов роста европейской экономики, сокращение продаж в России и США, а также отзывы продукции в азиатском регионе. Руководство компании заявило о намерении Danone добиться устойчивого роста. Для этого планируется расширить производство в Китае и уделить особое внимание производству свежих молочных продуктов. Зарабатывай на новостях В экономическом календаре вторника. В ходе американской сессии в 18.00 по московскому времени в США будут опубликованы индикаторы потребительской уверенности за февраль, изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах страны и общенациональный индекс цен на жилье, а также продажи жилья на вторичном рынке недвижимости за январь и производственный индекс от ФРС Ричмонда. Позитивные данные выше прогнозов экономистов позволят быкам по доллару возобновить рост американской валюты. Обратите внимание, завтра в 18.00 по московскому времени в США выйдут два важных экономических показателя. Данные по запасам сырой нефти и по продажам нового жилья. Одновременный выход таких индикаторов способен изменить картину движения американского доллара и расширить перспективы заработка. Аналитики крупных банков, таких как JP Morgan и Scotiabank, предполагают в длительной перспективе нисходящей тренд-парой евро-доллар. Оставайтесь в центре событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал MaxiMarkets теперь в прямом эфире на YouTube. Подпишись и будь в курсе.